Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на YouTube-канале проекта gadgetmhot.ru И сегодня у нас новый iPhone. iPhone 7. Такая у него коробка красивая. Посмотрим, что это за аппарат. Стоит ли он своих денег. Что в коробке, что в комплектации, что он умеет, какая у него производительность. Ну, естественно, проверим звук, фотокамеру. По полной пройдемся, по-честному и справедливо. Поехали! Начнем, как всегда, с распаковки. Белая коробка с изображенным iPhone с задней стороны, со спинки. Изображение немножко выдавлено над поверхностью верхней. Справа и слева надпись iPhone. Яблочко обгрызанное, яблочко обгрызанное. Здесь какая-то техническая информация. iPhone на 128 гигабайт. Внутри. Открываем коробку. Документация. Ничего интересного. Там все стандартно. Сам iPhone. Красавчик такой. Черненький. Матовая спинка. Заметили? Полосочек-то не видно на матовом черном цвете. И это очень большое достижение. Потому что меня больше всего выбешивало в предыдущем iPhone 6s6. То, что видны эти пластиковые вставки на задней спинке. Просто ужасающе было сделано. Так же, как и торчащая камера с металлическим серебристым ободком. Сейчас этого нет. И справились. Молодцы. Смотрят gadgetmhot.ru. Ура. Блок зарядного устройства. На нем еще пленочка. Она отдельно валяется. Я не стал на обзор брать. Наушники AirPods. Выглядят как будто бы беспроводные. На самом деле проводные. Просто спрятаны под верхней картонкой. Внутри сами наушники с лайтнингом. И переходник. Интересный переходник. Лайтнинг на миниджек. В новом iPhone, как вы все уже давно знаете, убрали миниджек для обычных наушников. Поэтому для того, чтобы пользоваться обычными вашими любимыми сенхайзерами или АКГшками, неважно, нужно использовать вот этот замечательный переходник. Ну и еще здесь был кабель Lightning USB. Вот он отдельно валяется. Просто он используется для зарядки. Скрутить его как фабрично у меня не получилось. Поэтому вот он отдельно. Он тоже есть в комплекте. Давайте посмотрим, какие у телефона внешнеуправляющие элементы. Пробежимся по-быстренькому. На верхнем торце ничего абсолютно нет. Пустой. На правом торце кнопка включения-выключения питания смартфон и лоток для сим-карты. На нижнем торце находится Lightning разъем и стереодинамики. И на левом торце находятся две кнопки. Увеличение и уменьшение громкости звука и блокиратор в беззвучный режим. На передней панели все стандартно, как и во всех предыдущих iPhone. Основную площадь занимает 4,7 дюймов экран. Над которым находится основной разговорный динамик, фронтальная камера и датчики. Под экраном находится фирменная Apple мультикнопка. Домой. Вызов запущенных приложений. Сканер отпечатка пальца. В общем, все Apple на нее вешает. Всю функциональность. На задней стенке, как и у всех остальных смартфонов, основная камера, светодиодная вспышка и яблочко с логотипом iPhone и служебными надписями. С точки зрения дизайна iPhone сильно изменился, я считаю. Да, форма корпуса не изменилась, концепция не изменилась. Это все так же мягкий очень брусочек со всеми скошенными углами. Нет ни одного острого угла, что очень правильно. То есть он хорошо лежит в руке, нигде не упирается, не давит и комфортно для тела. Ошибки, которые я упоминал в предыдущем iPhone, iPhone 6, это ужасные совершенно вот здесь полоски были для антенн. Так как корпус полностью металлический, для того, чтобы улучшить прием, должны были существовать эти полоски. Решение в этот раз более элегантное. На черном матовом iPhone эти полоски выведены в край, вот здесь они есть, но их совершенно не видно. Они не портят вид. Далее была эта ужасная камера, уже в самом начале упоминал, с металлической кромкой торчало, как, я не знаю что, как будто просто ее просверлили, вставили и забыли. Отдизайнить этот элемент сейчас все нормально. Сейчас она смотрится единой с задней стенкой, то есть у задней стенки есть небольшая выпуклость, в которую как раз смотрит камера. И с точки зрения дизайна в новом iPhone сделали всю необходимую работу над ошибками. Как раз теми, о которых я упоминал в обзоре iPhone 6. iPhone 6s не делал обзор, так как, ну, как бы, то же самое, что iPhone 6, там принципиальных отличий не было особо, но чуть-чуть лучше производительность. Это уже новый совершенно гаджет, Apple делает новый дизайн при переходе на новую цифру, и здесь они молодцы, вот честно, молодцы. Сделали бы еще камеру плоско, был бы вообще огонь. Но я понимаю, здесь телефон просто предельно тонкий, в нем очень маленький аккумулятор, и производители пока еще не научились делать настолько же тоненькие камеры, чтобы прям не торчало ничего. Ну, круто, круто, конечно, для тех, кто владеет iPhone 6 6s, надо бежать менять. Просто однозначно, я если бы был из лагеря Apple, Apple фагом, то побежал бы менять на седьмой, потому что это просто шаг вперед по сравнению с предыдущим дизайном. С точки зрения операционной системы абсолютно ничего не поменялось. Вот на мой взгляд, на взгляд человека, который там не проникает на уровень кодирования под этот гаджет, на уровень драйверов, не пишет никаких приложений, для меня вот один фиг. Что было, то и осталось. Все точно так же работает, все плавненько, все круто. Шторки, переключатели, уведомления. Ну, ничего особенного, как для простого гражданина, для меня не поменялось. Настройки все так же в настройках, это все тот же список. Что угодно можно настраивать. Я вот отключил, здесь была такая фича интересная, то есть вот он выключен, да, кладешь его, потом поднимаешь, он включается. Все эти фичи, запомните, они все сжирают энергию, потому что здесь аккумулятор и так в очень минимальной емкости, так если у вас постоянно еще идет контроль датчиков, да, опрос датчиков, которые постоянно следят за тем, что происходит с телефоном в режиме реального времени, то, соответственно, у вас и энергия скушивается очень-очень быстро. Автояркость убрал, то же самое, не нужно подключать датчик, который смотрит, какая яркость наружного освещения, чтобы он кушал тоже энергию в режиме реального времени, все время. То есть отключаю там Wi-Fi, отключаю сеть, если я ими не пользуюсь, потому что это все есть. Здесь реально надо экономить. Аккумулятор здесь небольшой, потом скажу, насколько его хватает, поэтому моя рекомендация все подключать нафиг, все эти ненужные фичи. Обычный телефон, у него и так широкие возможности, все эти маленькие плюшечки, они просто отъедают процентов 30 нормального заряда, нормальной функциональности. Кратенько пробежимся по техническим характеристикам iPhone 7. Полная таблица характеристик у нас на сайте в текстовой версии обзора. Заходите в gadgetmco.ru. Ссылка под видео. Итак, представлен телефон был в сентябре 2016 года, то есть несколько недель назад. Основное отличие от предыдущего iPhone 6, 6s, ну вот так по внешней сборке, это IP67. Сертификация, защита от пыли и воды. Дисплей 4,7 дюймов, 750 на 1334 пикселя, что составляет 326 ppi. В принципе, комфортное разрешение. Я, конечно, от 400 пипа люблю, но вроде вот так вот потестировал его, мне понравилось, честно. То есть хороший экран, тепленькие такие цвета и достаточно плотно сидят пиксели друг к дружке. Читать достаточно удобно. iOS 10. Основной памяти может быть три варианта. 32, 128, 256 гигабайт. Оперативной памяти 2 гигабайта. Основная камера 12 мегапикселей. Фронтальная камера 7 мегапикселей. Основная камера умеет снимать 4К видео. Это очень важно, поверьте мне. Аккумулятор 1960 мАч. Это просто никуда не годится. Да, получился тонкий телефон. Да, это очень круто, но на всем приходится экономить от розетки до розетки. То есть, грубо говоря, если все отключить, то можно сказать, что аккумулятор это 2 400 мАч. То есть, вот эти все приблуды, о которых говорил ранее, да, там, автоматическое определение, там, положение телефона в пространстве. А вот отключить геопозиционерный, отключить Wi-Fi, отключить 4G. Ходить чисто звонить, когда вам нужно куда-то зайти, да, что-то посмотреть. Там, ВКонтакт, сообщение почитать или на сайт зайти, обновить что-то, посмотреть информацию. Тогда включаете 4G. Все остальное время все нафиг отключаете. Иначе эта батарейка 1960 мАч, он полдня. Не более. С точки зрения производительности, в бенчмарке 3DMark, на котором мы всегда тестируем все Android-устройства, SlimeShot 2.2 показал 2032 балла. Сумасшедший результат. И SlimeShot Extreme 2.2, 1902 балла. То есть, с играми вообще никаких проблем нигде. Ни с играми, ни с видео, вообще ни с чем. Это просто супер мощное устройство. Ну, естественно, Asphalt 8, с него начнем. Стандартные андроидовские игры. Мощные достаточно, крутые. Заставку не пропустить, поехали. Огонь, вообще никаких тормозов, никаких проблем. Самолетик. Супер. Как и ожидалось, тесты производительности не обманули. Все настолько супер, что... Ну, это флагман, чистый флагман, никаких с ним... Если бы я еще ездить умел, было бы вообще хорошо. Вот так. Все замечательно. Ну и, конечно же, этот триггер, куда без него. Берем калаш и пошли. Понеслась. Сзади кто-то ползет на вот те турель. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Все. Супер. Никаких тормозов, никаких задержек. Графика идеально отрабатывает. Смотрите, какие блики вон от солнца, от света. Просто прекрасно. Надо убить 38 зомби. Это не проблема. На этом телефоне это же iPhone 7. Просто он создан для того, чтобы убивать зомби. Очень мощная графика. Оптимизация шикарная. То есть, как игровое устройство, iPhone 7, конечно, не вызывает никаких нареканий. Здесь все работает. Все работает очень быстро, очень производительно. Как вы сами видите, в бенчмарке просто высочайшие результаты. Я доволен. Ну и Real Racing 3, который, как видите, даже в заставке вообще никаких проблем не испытывает. Хотя я вот здесь вот на зеленом фокусе чуть дерганулась. Ну, нигде идеально не проходит эта заставка. Но в игре заранее забегая, вообще никаких проблем. Все просто великолепно. Эй! А, у меня же автомат стоит сейчас. Я скорость набираю сейчас. Сам компьютер набирает за меня. А это у меня задний вид. Да? А, это тормоз у меня здесь. Ну, хорошо. Ну, видите, никаких подлагиваний. Все шикарно. Сейчас я вас всех догоню. Хотя, вот знаете, что-то сейчас вот лагануло один разочек. Так, тюк-тюк. Маленечко. Новые текстурки, новые объекты подгрузились. И что-то вот... Хотя вот сейчас ничего нет. Идеально. Короче, скажем так. Играть очень круто. Изредка, очень редко, раз там в 10-15 секунд встречается какой-то еле заметный лак. Так, такой тюк-тюк, и тут же исчезает. Он очень короткий. Это связано с тем, что подгружаются новые текстуры, новые трехмерные объекты. Потому что игрушка полностью трехмерная. На лету все генерится. Считается, рендерится. И здесь такое бывает. Даже на флагманах. Экран iPhone 7 абсолютно такой же, как экран iPhone 6s. Экран iPhone 6. Поэтому здесь различных каких-нибудь прекрасных углов обзора. Очень качественная IPS-матрица. Но с очень маленьким разрешением. Ну как с очень маленьким? Комфортным, конечно, 326 ppi. Этого достаточно. Но если придираться, этого не достаточно. То есть с 400 ppi тогда уже текст перестает быть цифровым. Он становится живым. Не видно пикселизации. Здесь она чуть-чуть еще пока видна. Но к ней можно легко привыкнуть. Такая ностальгия некоторая возникает. Это флагман с дисплеем не флагманским. Однозначно. Хорошая цветопередача. Такая тепленькая. Вот у моего Xiaomi Redmi Note 3 Pro. У него добавляется слишком много синего и красного. Зеленого меньше. Поэтому экран немного фиолетовый такой. Слегка. Еле там помазано, грубо говоря, фиолетовым. Незаметный слой. Здесь более естественная цветопередача. Более мягкая. Более приятная. Это есть. Надо отдать должное. То есть читать тексты, смотреть видео очень удобно. К сожалению, тут нельзя одним пальцем зуммировать. В Android есть такая возможность. В iPhone такой возможности нет. Поэтому приходится обязательно вторую руку подключать. Для того, чтобы как-то на странице, в браузере, в Safari. Я люблю Safari. Кстати, есть режим чтения. Замечательный абсолютно режим. Я просто его обожаю. То есть любой кривосверстанный сайт. Ну, в Gadget & Home хорошо сверстан. Но все равно вот это удобнее выглядит все для телефона, чем оригинальный сайт смотреть. То есть он на компьютер заточен. В Android сейчас тоже, на самом деле, в Chrome появилась эта возможность. Она пока еще официально не анонсирована. Или анонсирована. Я пропустил. Но там тоже появляется режим чтения. То есть он сейчас на некоторых сайтах всплывает. И можно читать так же, как вот это Safari делает уже 100 лет в обед. Я считаю, что Chrome давно должен был сделать такую же функцию чтения. Но она есть. Ее надо там как-то хитро включать. Не на всех сайтах она раньше работала. Сейчас она официально появляется для всех сайтов. То есть читать сайт, броузить интернет, очень даже хорошо и удобно. Вот, например, запустим книжку, да. То есть чтение книг. Кстати, про чтение книг была большая проблема мне сюда книжку залить, пока я не научился это делать толком. Я, конечно, подключил первым делом телефон к компьютеру, потому что раньше у меня там на iPad, да, на моем стареньком второго поколения с ретиной. Все было, в общем-то, без проблем. Ты подключил, слил фотки, залил фотки, что угодно. А сейчас система стала еще более закрыта. Это нужно делать через облако. Это неудобно. Геморройная синхронизация фотографий. Вот фотобитва. Начал я снимать фотки с телефонов, да. Бился он. Потом дальше об этом скажу, с кем. И это, ну, целая эпопея, как с него слить фотки. То есть надо через iCloud, синхронизацию, ставить приложение iCloud на компьютер. Тем не менее, вот книгу я сейчас читаю. Гарри Поттера. Тайную комнату. Достаточно комфортно. Прочитал тоже процентов 10 книги, пока тестировал. Прикольное есть приложение. Тут стандартный светлый темный вид. Все очень хорошо выглядит. Так что, в принципе, если вы Apple FAC, то проблем с дисплеем не должно быть. Потому что он не ухудшился. Он только может где-то чуть-чуть улучшился. Вот, возможно, да. Допускаю. Так они говорят, вот это вот какая-то 3D-тач функция. Даже ни разу не использовал, честно. Она ненужная приблуда абсолютно, которая жрет энергию в очередной раз. Потому что все новые приблуды кушают энергию. А батарейка здесь очень слабая. И я считаю, на такой батарейке это 3D-тач. Он мне нужен совершенно. Была проведена фотобитва iPhone 7 против Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Не скажу, что Xiaomi Redmi Note 3 Pro прям супер-пупер снимает. Но разница, конечно же, видна. Настолько сильная. То есть iPhone настолько крут. Я как дизайнер знаю, в чем фишка iPhone. Какие они прилагают алгоритмы для того, чтобы делать свои фотки более такими iCandy, что называется. И мне вот эти все плюшечки видны. Вот эти все читы, которые iPhone накладывает на фотографию, на стандартную. Тем не менее, Xiaomi этого не делает. То есть, что, грубо говоря, делают оба аппарата? Вот если сравнить впрямую, Xiaomi и iPhone. Сделали они одну фотку. iPhone, после того, как он ее сделал, еще программу накладывает Brightness Saturation. Он еще программу накладывает Shadow Highlight. То есть, он высвечивает тень чуть-чуть и притупляет слишком освещенные участки. Этого Xiaomi не делает. Вы можете сделать на компьютере. У вас будет, в принципе, картинка такая же, как на iPhone. Но это надо уметь. И iPhone, он позиционируется, как для простых людей, где не надо думать, да, особо ничего соображать. Просто включил, щелкнул и получил хорошую фотографию. И с этим iPhone справляется. То есть, если вы дизайнер, в принципе, вы с Xiaomi можете сделать такую же фотографию, как с iPhone, взяв его исходник. Но, тем не менее, я считаю, что, конечно же, iPhone, они делают ту фотографию, после которой не нужно заморачиваться с редактурой. То есть, она уже слегка отредактирована самим iPhone и имеет очень-очень презентабельный вид. Поэтому здесь просто, ну, просто супер. Если вы любите фотографировать, то iPhone это вот выбор, просто выбор. Давайте протестируем звук iPhone, как он своими стереодинамиками отрабатывает. Сейчас в приложении для iPhone ВКонтакте и для iOS добавили возможность прослушивания аудиозаписей. Поэтому, слава богу, давно пора. Единственное, что нельзя их сохранять, чтобы слушать потом эти аудиозаписи оффлайн, без интернета. Ну, ладно, хоть так, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, все понятно. И как вы сейчас видели, и как я вначале сказал, что могли не ставить эти стереодинамики, потому что это нифига не стереодинамики, это какие-то фальшотверстия. То есть, когда мы закрываем этот динамик, звук становится чуть-чуть тише. Вот, и, ну, раза в два тише, и звучит через левую часть отверстия, да, грубо говоря, в таком слабом совершенно, с отсутствием нижних частот напрочь воспроизведении. Когда мы закрываем левую часть, звук практически не меняется. На правом секторе отверстия звучание практически то же самое, что и на обоих, да, секторах. То бишь, это не совсем стереодинамики, это легкий обман. То есть, Apple, конечно, был сейчас только что пойман за руку, да. Раньше я этого не сказал, сейчас я вам это продемонстрировал. Ну, давайте еще раз. Оп. Изменился звук? Не изменился. Закрываем другую часть. Изменился, да? Не изменился. Изменился. То есть, основную нагрузку несет правый динамик, да, если он здесь вообще правый и левый. Возможно, даже только один просто через коридор пускается на выход через эту серию отверстий. Я не знаю, не разбирал iPhone, не смотрел iFix, что с ним делал. Ну, просто неинтересно уже. Не то устройство, не настолько оно культовое. Сдает, сдает iPhone, конечно, начинает прибегать к таким же китайским уловкам, как это делают там известные бренды Xiaomi, Meizu и так далее. Ну, что, чего делать, я бы, конечно, не рекомендовал. Тем не менее, звук хороший. Все, что ниже 70 Гц отсутствует здесь. Очень сильно отсутствует. То есть, бочки здесь нет. Возьмите Huawei P9 Plus, Huawei P9, там звук просто на порядок лучше, да. То есть, iPhone, который был культовым, вот мой iPad звучал тогда, ну, просто божественно. Сейчас это уже не то, совсем не то пальто, к сожалению. Да, камера шикарная, но звук уже не отстой, хороший, но не флагманский. Не флагманский звук. Что касается аккумулятора, то эти до 2000 мАч батарейка слабенькая. Слабенькая. Я уже на протяжении всего обзора вам это говорю, что здесь нужно все подряд отключать. Все эти фишечки, плюшечки, которые там все время датчики контролируют, держат их под напряжением. Потому что это и батарейки с включенным Wi-Fi или там 4G с включенными датчиками на полдня. На полдня слишком мощное устройство. Несмотря на то, что здесь экран-то на самом деле HD, да, тем не менее, пожирается электроэнергия просто в лед сквозь пальцы утекает. Надо все отключать, все оптимизировать самому вручную, потому что иначе это от розетки до розетки. Чтобы хоть день продержался телефон с периодическим интернетом, периодическим фотографированием, периодическими чатами. Еще периодическим чем-нибудь нужно все отключать и включать по мере использования. Иначе будете ходить со съемным аккумулятором с собой. Ну, конечно, можно это делать, почему нет, почему не носить с собой аккумулятор, все время подключенный к нему iPhone. Но это как-то уже даже смешно. Телефон стоит таких денег, что на текущем рынке можно автомобиль купить за эти деньги. Вам сразу говорю, то есть на шамарку зубило можно купить, жигур можно купить спокойно за эти деньги. Он будет ездить, в нем будет зарядка, заряжать Android-телефон или другой iPhone. Поэтому это, конечно, минус. Вот, да, красиво, тоненько, все круто, наконец-то с дизайном поработали. Тим Кук молодец, но кушает, будь здоров, батарейку. Подводя итог по iPhone 7, Apple iPhone 7, могу сказать следующее. За что его берут? Самой сильной козырной картой iPhone является то, что он iPhone, его имидж. Это стоит дорого. Поверьте, если вы приходите на встречу деловых людей, да, то есть бизнес-встречу какой-либо, то вам нужно выглядеть представительно, иначе вас будут просто отжимать на более худшие условия. И вам иметь iPhone, это козырь. То есть иногда можно с помощью iPhone заработать тупо больше денег на порядке уже в своем, собственно, бизнесе. Несмотря на то, что минусов у него хватает, закрытая система, да, это просто столько геморроя, вы не представляете, я вот после Android ужасаюсь, как им пользуются вообще люди. Ну, пользуются, видимо, привыкаешь, и потом эти алгоритмы и стратегии залития и слития с него информации уже не вызывают какого-либо ступора и каких-то конфузов. Но, тем не менее, если вы придете со средним Android на встречу, то готовьтесь к тому, что ваши бизнес-партнеры просто будут отжимать по полной. То есть вам никогда не дадут хороших возможностей и хороших условий. Поэтому лучше на встрече ходить с iPhone, это тупо выгодней. Вот и все. Вот имидж, он работает здесь. Когда вы делаете вид, что у вас все хорошо, то вас меньше пытаются отжимать. Ну, это вот такая вот наша жизнь. Также можно ходить с Samsung, то есть Galaxy S7, ну, та же самая песня. Имидж, это важно. И поэтому люди покупают этот iPhone, ну, те, кто работают, бизнесмены, да. Если вы студент там или студентка, простой труженик горячего цеха, да, офисный планктон, то вам iPhone иметь, ну, как бы можно, но... Как бы сказать-то, он вам не принесет выгоды, грубо говоря. Это будет ваш пассив. Вы просто потратите кучу денег и не приобретете ничего, ну, что с помощью iPhone можно сделать полезного, да. Ну, тем не менее, если вы привыкли к этой оси, то, пожалуйста, используйте. И, конечно же, надо брать именно семерку, потому что, во-первых, дизайн сделали, наконец-то, красивым. Во-вторых, ну, как бы он мощнее, типа. Камера мне просто очень сильно понравилась. То есть, ну, мне бы, конечно, для фото битов он не помешал, но, извините, там, 82 тысячи рублей за него отдавать, это, ну, совершенно никуда не годится. Это можно в отпуск съездить. В отпуск вдвоем съездить совершенно спокойно на две недели и отдохнуть. Это больше эмоций будет. А так как я не встречаюсь так, чтобы, там, какие-то бизнес были прям крутые проекты, пароходы, заводы, да, там, чтобы я это все продавал и покупал, у меня iPhone пока что без надобности. А мое умение ретушировать фотографии, видео, оно, я с любого телефона возьму фотку и сделаю из нее просто iCandy фотку. Никто и не поймет, что это сделано не на профессиональную камеру. Так что, если вы iPhone FAC, однозначно просто менять ваш iPhone текущий на 7-ку. То есть, если у вас 6, 6s, 5, там, 5s, 4, 4s, 3, 3s, еще какие там были, 2, 1, неважно. Однозначно брать 7-ку, очень хорошая камера, очень прям хорошая. Если вы не Apple FAC, то можете, в принципе, перейти на него, он дает, ну, как бы, чуть больше возможностей в деловых переговорах. То есть, вот, его плюсы. Спасибо магазину Mediashop24.ru, это наш партнер, который предоставили на обзор данный iPhone. У ребят очень простой сайт, Mediashop24.ru. Вот он, iPhone 7 уже в продаже и уже на обзоре. Так что, заходите, покупайте, вот, можно посмотреть, какие цены, например, да. 7-ка, 32 гигабайта, 73 тысячи, ну, 74, да, 7-ка, 32 гигабайта, 55, а, это плюс, 7 плюс, да. Просто 7-ка, 56 тысяч рублей, 6s, 42, мм, кстати, цены на предыдущие модели. 7-ка плюс 128, 100 тысяч рублей, 7-ка просто 128, 65, ну, в общем, есть из чего выбрать. Можно взять предыдущие, вот, 6 плюс, просто 6 на 128 гигабайт, вот, пожалуйста, 52 тысячи, это уже, считай, выгодно, да. Так что, заходим, покупаем, разбираем, как горячие пирожки, у кого есть деньги, вперед. Надеюсь, обзор был полезным, подписывайтесь обязательно на канал. С вами был Алексей Добровольский, увидимся в следующих обзорах. До новых встреч, пока.